На юридическом факультете КФУ прошел международный научный круглый стол теории практиков взаимодействия правовых систем в современном мире. Мы приглашаем наших ребят, студентов, аспирантов, магистрантов, для того, чтобы они слушали, впитывали информацию. Индийские танцы с рублем. Какое предложение России одобрили власти Индии? Всем привет! В эфире Универтньюс о студии Зарина Ахмадулина. Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Казанского федерального университета, председателем которого является президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Основным вопросом было рассмотрение кандидатуры на должность ректора КФУ. Члены Наблюдательного совета Казанского университета рекомендовали на должность ректора КФУ Ленара Сафина. Ленар Сафин в настоящее время является первым заместителем председателя комитета по экономической политике Совета Федерации. До этого с 2010 по 2020 годы занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства РТ. А в период с 1995 по 2008 год работал старшим преподавателем, доцентом юридического факультета Казанского государственного университета. В стенах юридического факультета прошла конференция в формате круглого стола. Кто был среди экспертов, узнаете в следующем сюжете. Казанского федерального университета Мы приглашаем наших ребят, студентов, аспирантов, магистрантов, для того, чтобы они слушали, впитывали информацию, делились, задавали вопросы. И в дальнейшем формировали свою собственную позицию по тематике, связанной со сравнительным правовидением. Само мероприятие проходило в гибридном формате, как на площадке Zoom, так и в аудитории. Валерия Карташова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Проректором по образовательной деятельности Казанского университета назначена Екатерина Турилова, до этого занимавшая должность директора Института математики и механики КФУ. А Тимирхан Алишев, до этого занимавший пост проректора по образовательной деятельности, теперь занимает должность проректора по международной деятельности. На сегодняшний день, помимо сложной геополитической ситуации в мире, продолжается рост заболевших COVID-19 Так, из-за рисков распространения COVID-19, Рособранадзор перенес проведение в школах всероссийских проверочных работ с весны на осень Пандемия, к сожалению, еще далека до завершения Именно так высказался Минздрав РФ о состоянии нынешней эпидемиологической ситуации в стране На сегодняшний день выявлено около 20 тысяч новых заболевших, 5 тысяч госпитализированных и 400 смертей Последние две недели, наоборот, рост пневмонии среди взрослого населения, пожилого населения, то, которое страдает сопутствующими заболеваниями И все это отражается на необходимость дополнительного разворачивания коечного фонда, интенсивности работы в реанимационных наших службах Это, наверное, те особенности, которые мы сегодня имеем В связи с последними событиями всероссийские проверочные работы, которые должны были пройти, также переносят на осень 2022 года Отметили в ведомстве Мероприятие, в котором принимает участие очень большое количество людей, школьников и учителей Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, было принято решение о переносе этой процедуры Текущая волна, она будет вызвана новым вариантом коронавируса Коронавируса, его пока еще называют подтипом омикрона, но на самом деле уже хотят новую букву присвоить Потому что отличия уже накопились, они достаточно существенные И, как ни удивительно, но все-таки коронавирус опять удивил ученых по всему миру Он стал еще более заразным, и поэтому рост количества заболевших происходит еще быстрее, чем при омикроне базовом По мнению специалистов, в ближайшие месяцы могут стать ключевыми для ухудшения эпидемиологической ситуации Вспышки коронавируса в Китае и рост заполиваемости в европейских странах доказывают, что пандемия еще не закончилась Кристина Отекина, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс В рамках рабочего визита в Узбекистан делегации Республики Татарстан во главе с президентом РТ Рустамом Минихановым Был достигнут ряд договоренностей в вопросах развития сотрудничества В частности, Казанский федеральный университет и Центр геномики и биоинформатики Академии наук Республики Узбекистан Подписали меморандум о взаимопонимании на основании дорожной карты по расширению сотрудничества между хакемятами Ташкентской области и правительством Республики Татарстан 2021-2022 годы Власти Индии одобрили предложение России, которое позволит российским инвесторам вкладывать средства в долговые ценные бумаги индийских компаний Причем выпускать их смогут как государственные, так и частные организации Тему продолжит наш корреспондент Правительство Индии одобрило просьбу российской стороны позволить отечественным компаниям или финансовым структурам инвестировать в облигации индийских компаний И оплачивать эти инвестиции через счет в резервном банке Индии Нужно отметить, что отношения между Российской Федерацией и Республикой Индии за последние десятилетия развиваются очень интенсивно Между двумя государствами интенсивно развиваются и политические, и экономические, и культурные аспекты И что между этими государствами существует взаимопонимание и доверие Достаточно серьезные, прочные, глубокие и долгосрочные связи Речь идет здесь и о поставках сырья И о поставках военной техники и оборудования из России И о поставках отдельных видов продовольствия из Индии в Россию, в частности риса И о поставках огромного количества лекарственных препаратов Приобретение России долговых обязательств индийских компаний дает возможность российским инвесторам использовать остатки неиспользованных денежных средств на территории Индии для приобретения инвестиционных документов Ценные бумаги это в первую очередь канал движения капитала Канал движения инвестиционных ресурсов, в том числе между странами Если российские компании имеют возможность приобретать ценные бумаги индийских компаний Это значит, что капитал может перетекать из России в Индию И наоборот, если индийские компании имеют возможность приобретать ценные бумаги российских компаний Это канал доступа индийского капитала на наш внутренний рынок С моей точки зрения Индия очень правильно выбрала момент, когда возможно привлечь дополнительные инвестиции из Российской Федерации Поскольку действительно Запад отказался от сотрудничества с Россией Отказался от того, чтобы Россия вкладывала деньги в какие-то совместные с проектом Западом А Индия, напротив, открыла двери и готова принять российские инвестиции Важно отметить, что Индия заинтересована в том, чтобы другие страны развивали ее экономику Потому что это страна, чья экономика растет с интенсивной скоростью и требует дополнительных финансовых вливаний Поэтому решение о российских инвестициях является выгодным для обеих сторон Залина Султанова, Роберт Хасанов, Универньюз В рамках рабочего визита делегация Казанского Федерального Университета Вместе с президентом Республики Татарстан Рустамом Менихановым посетила Республику Узбекистан Основной темой визита стало открытие филиала в городе Джизаки Напомним, соответствующее соглашение было подписано 7 июня 2021 года на площадке Казанского Федерального Университета Целью создания филиала является подготовка высококвалифицированных кадров для Республики Узбекистан В соответствии с образовательными программами и общепризнанными международными требованиями Предъявляемыми к качеству высшего образования Филиал планируется открыть 1 сентября текущего года Действительно уже очень многое сделано Выделены средства на капитальный ремонт помещений, зданий Уже созданы эскизные проекты, уже созданы по кабинетное планирование И сегодня объявлены торги с узбекской стороной на определение подрядчика на капитальный ремонт зданий И фактически мы ожидаем, что в течение следующей недели этот подрядчик будет определённый и начнётся уже капитальный ремонт Мы уже в сентябре примем первую когорту ребят на направление подготовки фармации А на будущий год это должно быть уже и лечебное дело и стоматология Поэтому большой вопрос сегодня это закупка учебно-лабораторного оборудования И вот Министерство захоронений приняло от нас технические задания И в настоящее время будут прорабатывать этот вопрос Кроме того, они заинтересовались в распределении наших выпускников У нас в настоящее время учатся порядка 140 студентов Узбекистана на медицинских направлениях подготовки И они заинтересовались в том, чтобы распределить их на конкретные рабочие места уже в Республике Узбекистан Поскольку там открываются новые больницы и требуются кадры На этом все. В студии была Зарина Ахмадулина Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала До новых встреч!